Всем привет! Мы наконец по Франции. Вот первый наш день. Смотрите, какая красота. Погода супер. Солнышко светит. Я немножко приболел об этом. Не обращайте внимания на голос. Жан-Пьер, can you tell where we are? In English, it's ok? Yes, we are in La Roche-sur-Yonne. La Roche-sur-Yonne It's a big town It's a big town It's a big town It's a big town La Roche-sur-Yonne был основан Наполеоном в 1804 году. В центре города, на площади Наполеона располагается филиал музея машины острова Нанд. Механические звери и птицы произведены по чертежам для Нандо да Винчи и управляются на расстоянии специальными дистанционными пультами. Про эти чудеса техники я расскажу вам в следующий раз. Сегодня же у нас путь лежит на местный рынок. Мы проходим через удивительные улицы, усыпанные розами и журчащими фонтанами. И вот наконец перед нами двухэтажное здание рынка. Мы останавливаемся перед рядами с фруктами и овощами. И сейчас как раз сезон клубники. И тут мимо нам никак не пройти. Местная клубника очень сладкая. И она отличается от норвежской. Ряды со знаменитыми французскими сырами сменяются на лотки с разнообразными мясными тушками. Это разнообразие настолько очаровывает меня, что я начинаю плохо снимать различное мясо. И одна женщина подходит и начинает разговаривать со мной. Итак, мой первый контакт с местным населением состоялся. И заметьте, совершенно не знаю французского языка. Когда я думаю, что меня уже ничем невозможно удивить, то тут на прилавках совершенно обычного магазина косметики я нахожу чудесные расчудесные кремы, которые продаются в Норвегии в салонах красоты. Винный отдел в обычном супермаркете поражает своим выбором. Тут уж что ваше душеньке угодно. И даже апсин, запрещенный в Норвегии, спокойно себе стоит на полочках. Я уверена, что вам хватит моей болтовни на сегодня. Наслаждайтесь, пожалуйста, нашим следующим городом, которым посвятили Лучон и удивительными французскими садами. И увидимся в следующий раз. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok